МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей, ну, никому не секрет, что ты уже достаточно давно вне строя. Расскажи, так, из первых уст, что у тебя за повреждения и как долго еще будет длиться твое восстановление? Да, ну, сейчас доктор, мы сделали с доктором МРТ, и там небольшое изменение в пяточной кости. Вроде сейчас на последнем МРТ сделали, оно уже зажило. Я надеюсь, что осталось совсем немного, и я выйду на поле. Потому что, конечно, наверное, то время, когда ты с травмой, неважно, я или какой-то другой футболист, это, наверное, самое сложное время наблюдать. Как твои коллеги играют страны, причем страны даже не на замене, и ты помочь ничем не можешь, просто сидишь, смотришь в трибуны. Андрей, мы сейчас здесь в Воронеже, с которым у тебя тоже связана твоя карьера. Ты здесь играл в «Факеле». Вот сейчас, по прошествии времени, как можешь описать те годы, которые провел здесь, что больше всего запомнилось, как в «Факеле», так и здесь, на центральном стадионе? Ну, во-первых, когда я перешел из «Факела», была вторая лига, и мы играли первую игру как раз с Тамбовым. Тогда был передня, по-моему, тренер, да. Вот мы выиграли 1-0, и 10 тысяч людей на трибунах. Это, конечно, было большое удивление. И в целом, как бы, город футбольный, и любят здесь футбол хорошо. И, я говорю, условно, если вспомнить, наверное, арсенал Тула, 16 тысяч было, 15 или 16, ну, то есть много ходит на футбол. Наверное, этим запомнился. Ну, и плюс, как бы, достаточно хорошие полтора-два года здесь провел. С «Факелом» заняли шестое место в один сезон. Ну, как бы, хорошее впечатление. Я, самое главное, о городе хорошее впечатление. Город хороший. Мы, как бы, с женой, вот, буквально через год после того, как приехал «Факел», мы решили, что переедем сюда, и тут уже, как бы, сколько там, три с половиной года живем. Андрей, «Факел» в прошлом сезоне испытывал, ну, проблемы, да? Сейчас, вроде, специалисты считают, что команда, как бы, перезарядилась заново. Что можно сказать о нынешнем «Факеле» и поддерживаешь ли связь с кем-то из нынешних его игроков? Ну, как бы, понятно, что и с Аней Дутовым общаюсь, и с Мишей Бирюковым общаюсь, и, в принципе, с там, с медштабом тоже. Ну, сейчас медштаб не весь, а сейчас только массажист один остался с того момента, когда я был. Вот, мы с ним, как бы, хорошо общаемся, дружим, вот. Вот, ну, я считаю, наверное, в том году были очень большие проблемы, и они, наверное, по делу вылетели из... Вылетели, ну, как вылетели, они вылетели официально, а потом официально не вылетели. Ну, в этом году, я думаю, у них состав прям посильнее такой, хороший, мощный состав, и я думаю, завтра будет тяжелая игра. Которая, в принципе, и в том году тоже была тяжелой. Мы выиграли 2-1, да, но... Там еще погодные условия были. Да, погодные условия были не очень. Ну, еще пару слов о завтрашнем матче. Вот, на то взгляд, какой она тебе видится? Ну, конечно же, я хочу, чтобы наша команда выиграла, и без разницы, как, если честно. Главное, победа на выезде, надо набирать очки, причем по максимуму, чтобы отрываться от тех преследователей, которые хотят нас догнать, скажем так. Потому что хотение догнать, оно всегда больше, чем, вот, допустим, если ты набрал, ну, какое-то количество очков, ты идешь на первом месте, удержать всегда тяжелее, чем догнать. И я надеюсь на победу, но будет тяжело, я думаю. Ну, и последний вопрос. Как ты лично относишься к такой фразе, как Дерби Черноземья? Действительно ли между Тамбовым и Воронежем Дерби? Ну, наверное, если два города в Черноземье, Тамбов областной центр, Воронеж областной центр, наверное, это можно назвать Дерби, да. Я думаю, будет накал хороший. Факел на сегодняшний момент достаточно сбалансированная команда, которая изменилась за прошлый год, и стиль игры ее упоминался. Команда проповедует комбинационный стиль игры, хочет играть в красивый футбол и радовать болельщиков. Бытует мнение, что между Тамбовым и Воронежем матчи – это Дерби Черноземья. Как вы считаете, это действительно Дерби? Ну, наверное, да, если можно так сказать. Когда в прошлом году мы играли дома с Воронежем, и приехало достаточно большое количество болельщиков из Воронежа, и атмосфера на трибунах была достаточно футбольная. Когда две группы фанатов старались перекричать, переболеть, то это добавляет зрелищности игре и каких-то дополнительных эмоций. Как вот для вас, как тренера, психологически, морально удерживать первую позицию, отрываться? Насколько, как вообще это воспринимается? Легко лет? Мы стараемся идти от игры к игре, пока не заглядывая в турнирную таблицу. Стараемся набирать очки в каждом матче. И, ну, психологически, конечно, это дает, потому что и первое место, и соперники уже по-другому на нас настраиваются. Мотивация совершенно уже другая. Все хотят обыграть лидера, чтобы он допустил осечку. Поэтому в этом плане, наверное, немножко сложнее. Ну и последний вопрос. Если не секрет, откройте тайну. Что кинуть с вашим обучением на соответствующую категорию? Я уже отправил документы на поступление в группу категории ПРО. 18 декабря состоится вступительный экзамен. Тема вступительного экзамена уже как бы озвучена в Академии тренерского мастерства. Я уже готовлю презентацию на эту тему выступления по этой теме. Поэтому потихоньку готовлюсь к поступлению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok